Good afternoon, добрый день! Сегодня вам записываю видео с Маней. It's a gni-pig, Маня, морская свинка Маня, потому что скоро Маню у меня заберут. И я пользуюсь случаем, раз Маня у меня в гостях, ещё одно видео вам записать с ней. И сегодня с Маней мы вам расскажем правила чтения, когда в слове не читается первая буква. И таких несколько правил чтения. Посмотрите, если слово начинается на W-A, то в этой позиции побеждает вторая буква А, и она читается R. Буквы-то обе непростые, мы с вами уже поняли, обе с характером. Вот в этой позиции W сдалась, она не читается. Посмотрите, я сделала бледный W, чтобы мы читали со второй буквы, чтобы мы на неё не обращали внимания. А дальше слово читаем просто по правилам. Write. Буква I в открытом слоге. Wrote. Буква O в открытом слоге. Wrap. Здесь A в закрытом. Wrist. Range. Давайте посмотрим, что это за слова. To write. To write – это писать. To write with a pen. Писать чем-то. В русском языке у нас это творительный падеж. Нам нужно поставить тогда существительное в творительный падеж, то есть приделать ему соответствующее окончание. Писать чем? Ручкой. В английском языке тоже чётко нужно использовать предлог with a. Тут межзубный звук, видите, TH. To write with a pen. Писать ручкой. Wrote. Это прошедшее время от глагола писать, то есть написал. В русском языке у нас суффикс л, суффикс прошедшего времени. Написал или написала, или написали. Это не важно, как у нас в русском языке это будет звучать по-английски. Форма одна. Wrote. Вот это книжечка детская. A small ferret wrote this book. Маленький хорёк написал эту книгу. A ferret. И вот ещё одна форма, тоже от глагола писать. Давайте-ка мы её попробуем прочитать. Здесь, видите, две буквы T. А когда мы делим на слоги, мы линию слога деления проводим между двумя одинаковыми согласными. И получается, что вот этот слог закрытый. Written будет читаться эта форма. Это написанный. Written by a kid. Написано ребёнком. Я обнаружила на ютюбе, что есть такая передача. По рассказу ребёнка делают мультфильм. Я вам ссылку под видео положу. Для примера на такую телепередачу вы можете посмотреть, сами поискать, поинтересоваться, что получилось. Кстати, насчёт слова kid. A kid – это козлёнок. Но это слово часто используется как синоним слова child – ребёнок. И написано кем. Видите, здесь предлог by. Действительно, когда что-то сделано кем-то, нужен предлог by. Глагол to wrap – обернуть, завернуть. To – сейчас я тоже это сделаю. Это место на руке, где мы носим часы, браслет, запястье. It's a wrist. It's a wrench. Это инструмент. It's a tool – гаечный ключ, чтобы гайки откручивать и закручивать. It's a wrench. It's a pipe wrench. Pipe – это труба. То есть ключ для труб, разводной ключ у нас называется. It's a pipe wrench. Вот это были слова на это правило чтения. Второе правило чтения – это если слово начинается на кей-энн. Тогда мы читаем эти слова, начиная со звука н. Ни – нил. Найв – здесь ай в открытом слоге. Найвз – нэу. Нит – нок. Накл – буква ю в закрытом слоге. Ник – нэк. Норт. Давайте посмотрим, что это за слова. Э-ни. Э-ни – это колено. Посмотрите. Ни – сэпорт слив. Слив – это вообще и рукав. Рукав. У одежды тоже слива. То есть такая вещь из ткани. И вот такой, как чехольчик. И вот такая повязка, поддерживающая колено, сэпорт, тоже называется слива. Наколенник. Так, и однокоренное слово с этим – это глагол. To kneel – сесть на колени. Вот его прошедшее время. Нелт. Найвз – нож. Найвз – множественное число. Есть такие существительные, которые заканчиваются на звук ф. Это может быть просто буква ф на конце. Или вот фи. И всё равно не читается. У которых, когда приходит буквочка с, чтобы сделать множественное число, ф фырчит и убегает. И вместо ф приходит пара. Звонкая пара. Ведь это парные звуки по глухости, звонкости. Ф, в. Ф, приходит буква ви, которая звучит в. Но ещё, конечно, приходит и наша примирительная буквочка. Потому что где-то, когда кто-нибудь капризничает, она обязательно приходит. И эти слова во множественном числе, которые было на ф, заканчиваются на ви и с. Но не все. Вот слово a knife – нож – ведёт себя именно так. В этом слове ф фырчит и убегает. Knives – ножи. Know – to know – это глагол знать. I know – я знаю. I don't know – я не знаю. Советую вам просто выучить наизусть эти предложения. I know – I don't know. И от этого глагола форма – known – тот или то, что знают. То есть известное. Well known – хорошо известное. Well known logos – хорошо известные логотипы. То есть торговые марки. Если мы к слову known приделаем приставку an, которая пишется ю-эн. Здесь ю в закрытом слоге, поэтому читается an. Эта приставка полностью меняет значение слова. Получается антоним. Known – известный. Unknown – неизвестный. The land unknown – неизвестная земля. Какой-то вот фильм. To knit – это глагол вязать. Я говорю, можно запомнить русское слово нитка себе, чтобы запомнить, как же будет вязать по-английски. To knit – но нужно запомнить, что это слово из этого правила. Если слово начинается на – kn, чтобы не забыть, когда пишете, написать-то букву k. Knock – knock. To knock – это стучать, то есть это глагол. Это звукоподражание. Тук-тук мы говорим. Knock – knock. Услышали англоговорящие. И еще это существительное – стук – knock. Вот из всех этих слов нам нужно вот это – knuckle. A knuckle. Knuckle – это вот здесь. Находятся вот косточки такие у нас есть, суставы, да, на руке. Вот. A knuckle. Давайте вообще посмотрим на руку. Мы уже сегодня взяли одно слово – a wrist. Пальцы у нас есть на руке. A finger. A finger – это именно палец руки. Для пальцев ног другое слово. И как называются пальчики? Они называются очень легко, их несложно запомнить. Index finger – это указательный палец. Это слово из латинского языка – index. А в русском языке у нас даже есть слово index. Index – это набор цифр. Мы его пишем, например, на конверте. И почтальон понимает, куда нести письмо. Примерно в какой район. То есть индекс указывает. И вот указательный палец – это index finger. Следующий палец – middle finger. Middle finger – средний. Middle – это средний. Поэтому он так и называется. Следующий палец – это ring finger. Ring – это слово кольцо. Вот на нём кольцо носят. У меня нет, правда, но на нём носят кольцо. Поэтому так и называется ring finger. И последний – little finger. Маленький палец – little finger. Только особое слово очень уважительно относится к большому пальцу. Вот. Сам. Сам. Межзубный. Видите, th. Ю в закрытом. Тут ещё есть одно правило. Тут буква B на конце не читается. Мы с вами его тоже возьмём. Сейчас можете просто запомнить. Сам. Сам – это большой палец. Но вы тоже можете его легко запомнить, потому что самбелина. Самбелина – это дюймовочка. Вот размером с палец большой. Ну, какие тут у нас слова ещё с вами остались. Back of hand тут написано. Back – это всё, что сзади. Вот задняя часть руки. Вот это нам показали ещё. Back of hand. Просто слово back – это спина. Это ещё можно использовать как частичку. Come back – это вернись, иди обратно, вернись. То есть такое многозначное слово. Что за интересное, смешное слово? Nick-neck. Nick-neck. Смешно звучит, да? И у нас смешно звучит. Это слово безделушка. Безделушка. То есть что-то маленькое такое. Nick-neck pack. Видите, коробочки, упаковка, pack для мелочей. И последнее слово на это правило чтения. Э-нот. Э-нот – это узел. И третье правило чтения. Если слово начинается на… Здесь важно три буквы, а не две. Это W-H-O. Просто W-H мы с вами знаем, например, W-H-Questions. W-H-вопросы. И там в них, наоборот, H не читается, а читается W. What, why, when, что, почему, когда. Вот были вопросы. Но когда O, тогда читаем H, потому что H читаем. Who – кто? Who's, whom, whole. Давайте вспомним, who – это, получается, вопросительное слово, которое нам помогает делать вопрос к подлежащему одушевлённому. Кто что-то делает. И нужно помнить, что когда мы задаём вопрос с помощью who, то глагол находится в третьем лице, единственном числе. То есть в простом настоящем времени он должен заканчиваться на S. Is – это форма глагола to be из этой ячейки. Who is? Who is you, например, кто болеет? У have в этой ячейке форма has. Видите, тоже на S заканчивается. Who has – это кто имеет, то есть у кого есть. Who has a dog? А у остальных глаголов просто на конце будет S. Who wants – кто хочет? Who wants ice cream? Кто хочет мороженое? Who sees – кто видит? Who sees it? Кто это видит? Who's – это, конечно, слово образовалось от who. Это чей. Whose dog? Чья собака? Whose bag? Чья сумка? Whose car – чья машина? Давайте-ка проанализируем. Посмотрите. Собака, сумка, машина – это исчисляемые существительные. По идее, перед ними должен стоять артикль. Значит, слово who встает вместо артикля перед существительным. И получается, что это слово, так же, как и артикль, является указателем, что дальше идёт существительное. То есть это определитель существительного. Причём это слово who's, оно даже чётче работает, чем артикль. Ведь артикль, неопределённый, например, единственного числа, мы не можем поставить перед неисчисляемыми существительными. Там же нельзя заменить на один. Вот a dog мы можем сказать, а, например, bread – хлеб. Перед ним не может быть артикли неопределённого. Или juice – сок. А вот whose можно поставить. Whose bread is it? Чья это хлеб? Whose juice is it? Чья это сок? Но уши перед исчисляемыми, видите, тоже можно поставить. Whose dog is it? Чья это собака? Whose bag is on the bench? Чья сумка на скамейке? Whose car do we see? Чью машину мы видим? Следующее слово whom. Тоже явно образовалось от who, просто появилась буква м. Значит, всё-таки это слово чем-то отличается от who. Отличается. Who – это кто, а who – это кого, кому. То есть разные, как у нас в русском языке, падежи этого местоимения. Ну, в английском падежей нет, но позиции-то в предложении есть. Who – это когда подлежащее, это слово подлежащее. Whom – это когда неподлежащее, то есть дополнение. Например, whom do you see? Кого ты видишь? Здесь подлежащее – это you. Whom – это дополнение. Но вот это используется всё-таки в очень таком формальном, в таком очень правильном английском языке, в письменной форме, например. А в разговорной речи, если честно, они эту букву м забывают. И на этом месте используют просто who. То есть можно сказать и who do you see точно так же. Всё равно, что подлежащее-то есть you. И всё равно вопрос строится с помощью вспомогательного глагола. Вы видите, do – деловой глагол, пришёл сделать вопрос. Потому что сама структура вопроса к подлежащему другая. Тут не нужен вспомогательный глагол. Who sees – кто видит? А здесь who do you see? Вот, поэтому можно и не переживать из-за формы вопросительного слова. Так, что ещё тут? Who sees – это для сравнения, кто видит нас. Вопрос к подлежащему. После предлогов используется форма whom как раз. With a whom – с кем. For whom – для кого. To whom – кому. To – предлог направления. From whom – от кого. В общем, любой предлог. И тогда нужна вот эта форма. Разобрались мы, да, с этими словами. Это получается who и всё, что от него образовалось. Who's – чей, whom – кого, условно говоря. Запомним – кого. И словечко whole – целый. Как правило, ну, прилагательное. Как правило, с определённым артиклем тогда нужно использовать существительное, к которому мы приложили это прилагательное. The whole day – целый день. The whole apple – целое яблоко. The whole world – целый мир. Rhyme – стихотворение. School is over. Школа закончилась. We can play. Мы можем играть. We can play the whole day. Мы можем играть целый день. Basketball and volleyball and the boys can play football. Баскетбол и волейбол, а мальчики могут играть в футбол. Ну, вот такое примитивное стихотворение, чтобы проиллюстрировать целый день выражения. Так, следующее правило, где не читается первая буква, не читается, когда G-N. Н – первый звук. То есть K-N и G-N также себя ведёт. Gnome – нор. Net – нор. Ну. A gnome – это гном. Вот так это звучит слово на английском языке. A gnome. To gnaw – это грызть. Dogs need to gnaw. Собакам нужно грызть. Net – net bites. A net – это комар. Мы ещё знаем с вами слово a mosquito. Это то же самое. Комар – гнус. Вот гнус есть у нас слово. Это тоже название кровососущих вот таких вот типов комаров, насекомых. Net bites. Вот комар кусает. How to get rid of nets. Как избавиться. Get rid – это избавиться. Как избавиться от, в общем, от всех вот кровососущих, от комаров. Keep your home net free. Сохраняйте, содержите ваш дом свободным free от гнуса, от всяких кусающих. And gnaw – это нарост. Вот на дереве вот такой нарост. And gnaw. Здесь, видите, ar – сочетание. Дальше согласный звук – это ar – звук. And gnaw. А ещё это глагол. To gnaw – это рычать. Dogs bark and gnaw. Кстати, когда мы говорили кора – дерево, то это было как раз слово bark. Tree bark. Нарост на коре – это e-naw. И собаки лают и рычат – это именно эти же слова. Dogs bark and gnaw. И вот последнее слово. It's a new. Gnu. Антилопа гну. Потому что не произносится буква g. Итак, вот они, получаются, все правила, когда не читается первая буква в слове. Это, если слово начинается на w, а, дальше слово, на k, n, g, n, а также, если после w, h, o, тогда ху. Пусть слово ху будет как образец у вас. Вот и всё. До свидания. Манечка. Манечка с вами прощается. Скоро Манечка пойдёт к себе домой. До свидания. Goodbye. Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует...